Еще немного поговорим о маске с нашим следующим гостем. К нам присоединяется Юрий Рашкин, депутат окружного собрания округа Рок в штате Висконсин, ведущий ютуб-канала Рашкин Репорт. Рашкин Репорт, правильно я сказал. Юрий, здравствуйте, рада вас приветствовать. Здравствуйте, спасибо за приглашение, всегда рад и слава Украине. Героям слава, спасибо вам огромное за эти слова, за это приветствие. Значит, в тему Маска немного продолжим. Как я и пообещал, прарашистский журналист Такер Карлсон, находясь в Москве, заявил, что вскоре возьмет интервью у Путина и похвастался, что еще один любитель президента Российской Федерации, Илон Маск, пообещал ему не блокировать материал, когда его публикуют в соцсети X. Как вы считаете, это принудительный каминг-аут Илона Маска о том, что он любитель президента Российской Федерации? Или чем еще можно объяснить эту коллаборацию? Учитывая, что его новая платформа Маска, этот X, позволяет публикации всяких ужасных антисемитских российских заявлений, не блокирует их, и это одна из причин, почему люди покидают этот X в больших количествах и переходят на другие платформы. Мастодон, Blue Sky, Threads. Есть много разных вариантов. Это потому, что они пытаются найти место, где нет вот этого оскорбляющего контента их, потому что это контент либо маргиналов, либо Кремля, и заявлять, что это свобода слова, ну это просто глупо. Но если Такер Карлсон записал такое интервью, что у него такие там заявления, что только твиттер его теперь, ну это как бы говорит, что я только могу в канализации с таким контентом, канализировать свой, утилизировать свой контент. Потому что это, ну какая разница, если он хочет, если Путин хочет сказать что-то важное, ну так все бы это опубликовали, а если Путин хочет сказать что-то антисемитское или что-то расистское, что могло бы быть заблокировано на других платформах, ну тогда Такер Карлсон вперед, я не знаю, что ему удалось выжить из Путина, это мне уже интересно. Но я что-то сомневаюсь, потому что, как мы знаем, Путин либо вербует, либо запугивает. Так что Такера Карлсон он будет вербовать, а Илона Маска он уже завербовал. Но, к счастью, кроме Илона Маска есть другие люди, как, например, Тейлор Свифт, который сейчас является намного более большой темой в Америке, чем Илон Маск. Ну Такер Карлсон уже выложил анонс интервью с Путиным. Объясните, пожалуйста, насколько велика у этого журналиста аудитория и поддерживающие его СМИ, насколько этот круг широкий, и интервью Путина, какое может оказать воздействие, влияние на американскую аудиторию? Это очень важный вопрос, потому что Такер Карлсон раньше был очень влиятельным журналистом, у которого была программа на канале Fox. Но после того, как канал Fox проиграл по суду 780 миллионов долларов убытков за то, что они поддерживали большую ложь Дональда Трампа о машинах, которые подсчитывают голоса, и им пришлось в Fox News уволить Такера Карлсона, который, несмотря на всю прибыль, оказался очень убыточным, Такер Карлсон оказался без платформы и без дома, бездомный Карлсон. И что же ему пришлось делать? Он вначале в Твиттере посидел, то тут, то там, и вот сейчас он, значит, на Твиттер будет это выкладывать. Твиттер не знаменит своими журналистскими расследованиями. Это просто попытка двух одиночеств экстремистов Такера Карлсона и Илона Маска взяться за руки вместе и попробовать раздуть какую-то здесь пыль. Мы знаем, что это тоже не помогло, например, Рону Ди Сантису, который начал свою избирательную президент-позорную кампанию в президент из того, что он сделал заявление на Эксе тоже. При этом это был технический провал, потому что у них не было связи. В общем, проблемы. Так что если все, что осталось для Такера Карлсона, это крыша Илона Маска, это достаточно сужающаяся крыша, потому что теперь это все больше и больше становится таким прибежищем маргиналов. Если его хочет официально возглавить Владимир Путин, то это действительно говорит определенной позори, потому что да, есть определенная часть консерваторов, некоторые из них республиканцы, некоторые даже не согласны называть себя республиканцами, которые поддерживают эту невероятно авторитарную точку зрения, которую придерживается и Трамп, и Владимир Путин. И для них это будет как бы подтверждение того, что они и так знали. Путин на данный момент не может как бы людей переубедить, потому что то, что он делает в Украине, намного важнее, чем все то, что он может сказать. И поэтому все его рассматривают как уже либо они его считают таким, либо они его считают другим. То, что Такер Карлсон считает, что это для него большая такая журналистская, о, смотрите, я поговорю с Гитлером, простите, с Путиным. Ну что ж, история учтет этот факт, когда будет записываться история о том, кто играл какую роль, и Такер Карлсон показал, где его крыша. Ну что ж, давайте перейдем к темам более важным, чем интервью маргинального президента, маргинализирующемуся журналисту. Новость сегодняшнего вечера для Украины, дня для Соединенных Штатов Америки. Джозеф Байден потребовал от Конгресса немедленно представить ему на стол для подписи законопроект по помощи Украине и охране границы. Практическое значение этого требования хоть какое-то будет, как вы считаете? Ну, он может с тем же успехом потребовать, чтобы Владимир Путин прекратил войну, или как Рейган сказал, мистер Горбачев, снесите эту стену. Это красиво, но это не имеет никакого отношения к реальности, потому что реальность такова, что грибурганскую фракцию контролирует Дональд Трамп. И в тот момент, когда он ополчился против этого законопроекта, было понятно, что он не даст этому законопроекту случиться. Включена в него иммиграция, не включена в него иммиграция, Израиль, не Израиль. Он не хочет помогать Украине. Для него это пункт. Можно обсуждать тему, почему Дональд Трамп так ненавидит Украину. Зависит ли это просто от того, что у него такие интересы и давние связи, и зависимость от Путина? Возможно, это связано с тем, что у него был импичмент, когда он попытался надавить на Зеленского, чтобы Зеленский для него начал расследование Джо Байдена. И за это Трамп получил импичмент. Можно сказать, что он за это ненавидит Украину. Это открытый вопрос, который, опять же, историки еще будут долго рефлексировать. Но мы видим, что происходит. Он тормозит помощь всеми средствами. Сейчас пал это представитель и уже говорит о том, чтобы принять законопроект помощи только Израилю. И в этот раз они даже согласились не грабить нашу налоговую инспекцию параллельно. Но просто чтобы пытаться разделить людей. Потому что настолько они хотят, чтобы была граница. Если уж невозможно границать, потому что она утонет вместе с помощью Украины, то хотя бы спасти помощь Израилю. Это политиканство, это политический терроризм. И то, что сейчас республиканцы занимаются, знаете, они нервничают по поводу проявлений наших маргинальных либералов. То, что сейчас делает по поводу Израиля Дональд Трамп, ставит под угрозу, ставит в опасность государство Израиль. Это антисионизм на государственном уровне. Юрий, а может быть Трамп не Украину ненавидит, а не хочет помогать Байдену? И причины стоит искать во внутренней политике, а не в том, что Трамп якобы с Путиным заодно. Возможно, он ненавидит Украину, потому что Байден ее любит. Возможно, он ненавидит Украину, потому что его политический противник имеет такую позицию, а он не может этого допустить. Это как бы, знаете, как у вас получился такой вкус? Важно, что вкус есть. А как мы туда попали, это слегка относительно небольшие детали. И надо понимать, что если Трамп приходит к власти, то он не будет решать наши проблемы своими трамповскими методами. Нет, он решит свои проблемы нами. Мы будем его средства, которые он будет использовать для того, чтобы решить свои проблемы. И когда он скажет, вы знаете, я попытался, чтобы Украина и Путин договорились за 24 часа, но не получилось. Знаете, чья это вина? Ну, конечно же, не Путина. Путин, ну, он мне сказал, что это не его вина, я не могу ему не доверять. У меня нет оснований ему не доверять, как он сказал в Хельсинки. Он, конечно, обвинит Украину и скажет, что это вина Украины, что она не смогла договориться. Зачем такой стране вообще помогать, когда они не хотят мира? Ну, все. Трамп точно попадает, по вашим ощущениям, на следующую избирательную кампанию? Я имею в виду это решение суда, что Трамп не имеет иммунитета по делу о штурме Капитолия. Это просто цирк. То, что происходит, мы никогда такого не видели. Потому что человек стал избираться и продолжает избираться, Дональд Фредович Трамп. Потому что ему нужны деньги, чтобы платить адвокатам, чтобы он не сел в тюрьму. А если его избирают, то он не садится в тюрьму. И вот ему нужны адвокаты, чтобы затянуть все это до выборов. Это стоит безумных денег. Ему это стоило 50 миллионов долларов в прошлом году. Его организации, всем этим старичкам, старушкам по США. И в этом году, возможно, будет 150 миллионов долларов ему это будет стоить. Но, тем не менее, он выиграет. Все об этом, это было известно заранее. Вот можно не приходить. Он выигрывает свою республиканскую номинацию. И после этого он, скорее всего, проигрывает Джо Байдену. Потому что все знаки... Непонятно, все может произойти между сегодня и 5 ноября. Но знаки говорят, тренд сейчас идет в сторону Байдена. И республиканцы, которые за Ники Хейли, у них такая паника. Потому что они понимают, что они как бы подписались на этот Титаник. А шлюпка под названием Ники Хейли всех не спасет. И им приходится его, значит, будет затонуть. И это не в первый раз. У них были такие ситуации и в восьмом году, и в девяносто шестом году. Когда у них был, так сказать, кандидат. Они понимали, что они, скорее всего, проиграют. Но другого вот такой так получилось. Джон Маккейн или Роберт Боб Долл. Это были кандидаты, у которых не было той энтузиастской, республиканской. Но они как бы вот это тоже наш кандидат. Ура! А вот за Трампом идут люди. Это вот он так взял республиканскую партию и контролирует ее. И будет теперь избираться до конца дней своих. Потому что для него это способ избежать ответственностей. Это интересно наблюдать. И то, что суд сегодня сказал, что извините, Дональд Фредович, но вы являетесь не просто президентом Трампом, а гражданином Трампом в первую очередь. Особенно, что вы уже не президент. Это очень важно. Несмотря на то, что теперь это будет переходить в Верховный суд. Возможно, кстати, они потребуют до Верховного суда, чтобы весь апелляционный суд рассмотрел. Не только три человека, как сейчас. Но все равно это движется к Верховному суду. И Верховному суду придется признать, они следуют букве закона, или они будут решать так, как это нравится Дональду Трампу. И это очень, так сказать, их репутация тут на кону Верховного суда. Но, тем не менее, он может оказаться признанным, виновным и быть кандидатом в Республиканской партии. И тогда есть множество, растущее количество опросов, потому что уже важный вопрос надо спрашивать людей. Согласны ли американцы голосовать за человека, признанного виновным судом, преступником? И подавляющее большинство, все больше и больше людей говорят, что нет, ну не могу я голосовать за человека, признанного виновным судом. И в таком случае понятно, почему Трамп оттягивает все эти суды. Но мы также видим, что в избирательной кампании будет происходить из зала суда. Есть другой кандидат от Республиканской партии. Вы вспомнили про Ники Хейли. Она, кстати, подала заявку на охрану в секретную службу в связи с участившимися угрозами, которые она получает как последний основной соперник Дональда Трампа. Скажите, пожалуйста, это такой пиар-ход или действительно угрожают ей и действительно есть опасность здоровью и жизни? Я не думаю, что это пиар-ход. Как мы имеем дело с людьми, которые захватили Капитолий в вооруженном восстании. Мы имеем дело с людьми, которые планировали попытку похищения губернатора штата Мичиган. Это все поддержка Трампа. Недавно сторонник Трампа, он отрубил голову своему отцу. Это было в Ютубе, потому что его отец был федеральным служащим. А у людей просто крыша едет из-за этого Трампа. И мы видим, как они в первую очередь угрожают республиканцам. Они, в общем-то, обходят демократов стороной, потому что это не их люди. Они давят на своих. И Никки Хейли уже было как минимум два эпизода, когда ее сватат, когда позвонили в полицию и сказали, а у нее кто-то там кого-то убил срочно. И приехала полиция, так что об этом пишут. Так что это реальная угроза. И это реально Трамп, который вот так ведет избирательную кампанию угрозами. И ему очень важно, чтобы она вышла как можно скорее.